Нарисуйте, пожалуйста, себе внутри, мысленно, или если у вас есть бумага, нарисуйте, пожалуйста, круг. И спицы в этом колесе – это наши разные отношения. Например, это жена, это, например, мама. Да, так видно? Вы знаете, не бог весь какой рисунок, я вам буду диктовать, вы догадаетесь, хорошо? Не расстраивайтесь. Итак, вот эта спица будет означать мама, вот это будет, например, означать брат, условно говоря. Я сейчас попрошу вас написать всех значимых для вас людей, которые у вас живут в сердце. Например, начальник мой, будь он неладен, да, живет все равно в моем сердце. Кто тут еще? Ребенок, предположим, да? Вот это будет шкала от нуля до десяти, ну или до ста, неважно. Нарисуйте вот таким образом и поставьте по степени удовлетворенности ваши отношениями этими, поставьте там, например, с начальником удовлетворен на сто процентов. Предположим, с братом на семьдесят процентов. С женой вообще не удовлетворен. Ну, я шучу. Ну, например, может же такое быть, тридцать процентов. Может такое, может. Правильно? С мамой 90 процентов. С папой вообще нет отношений, не поняла вообще, что за папа у меня, да? И вот так вот поставьте себе, пожалуйста, отметины. И теперь, пожалуйста, соедините. Ну и вот что-то вот такое у вас получится. Это называется колесо моей жизни. Вот на нем я передвигаюсь. Представьте, как мы на нем передвигаемся. Это такие ухабы, мама, не горюй. Я перешла в одни отношения вообще вот просто вот так вот жизнь. И что нам теперь делать? Все их сдуть до нуля? Есть такая идея. Многие люди отказываются вообще от отношений. Вообще не хочу. Все, я отрекаюсь от всех отношений. Но на самом деле нам во всех, во всех отношениях нужно... Все они даны нам для развития нашей личности. Говорится, что когда мы приходим на эту землю, с нами приходит спецназ, обучающий. Эти люди, они очень четко ознакомлены. У них инструкция по пользованию нами. Они знают, как просто вот в десятку попасть. Как задеть наше эго знают. Как за живое задеть. Как все-все знают. Как вскрывать все наши то, что мы хотим спрятать. Они обучены. Это спецотряд учителей. И вы наверняка знаете этих учителей в лицо. Иногда этот учитель ваш сын. Иногда ваша свекровь. Иногда все вместе взятые. Тогда-тогда школа тяжелых ударов называется. Есть разные стили в карате, так и разные стили есть в обучении взаимоотношениям. Чем тяжелее наука взаимоотношений, это означает, что я много применяю насилие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok